В Уральске становится больше частных студенческих общежитий. Дефицит жилья для студентов пытаются решить с помощью привлечения инвесторов. За последние три года в эксплуатацию введено три общежития. Насколько они устраивают студентов, расскажут наши корреспонденты. Сегодня в Уральске функционирует 36 учебных заведений профессионально-технического направления. 27 из них – государственные и 9 частные. В учебных заведениях проживает 16 тысяч студентов. При колледжах функционирует 16 общежитий. Несколько лет назад в учебных заведениях наблюдалась нехватка мест в общежитиях. На сегодняшний день эта проблема решается, заявляет в Управлении образования. В данное время проживает 1094 студентов. Но потребностей среди студентов в области нет. Кроме того, 5594 проживает у родственников и 1804 студентов снимают квартиру. Одно из них на 500 мест в текущем году открылось при ЗКУ имени Утемисова. В прошлом году открыли общежитие при Политехническом колледже. Здесь проживают студенты с разных учебных заведений. Дети живут с разных колледжей, со всего города, и с университетов, и с колледжей тоже. В ЗКУ, КАЗЭТУ, инженерно-технологический колледж, гуманитарно-технический, гуманитарно-экономический, музыкальный колледж. Это общежитие рассчитано на 150 мест. Здесь проживает по два человека в комнате и четыре человека в секции. В каждой секции все необходимые удобства. Душ, ванная, туалет и кухня. Я Заринск, поселок. Учусь в 4-м политехническом колледже. На технико-строитель. Училище очень удобно тем, что находится близко, но проезд не надо тратить. И можно заниматься тут. Условия все. Можно истираться, и мыться тут. Тепло общежитие. За проживание студенты оплачивают порядка 25 тысяч тенге в месяц. Остальное субсидируется государством. Такая система очень выгодна для студентов и для государства. Кто построил частные инвестиции, при министерстве есть финансовый центр. Они субсидируют. Есть определенные стоимости, которые субсидируют на 8 лет. При этом о том, что будет с субсидиями и ценами на проживание в общежитии через 8 лет, в управлении образования не говорят. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42.